Точка-то зрения все равно должна быть разная, в том же учебнике, например, чтобы могли дети сопоставить один взгляд, другой взгляд. Считаю, что это нет необходимости вводить единый учебник по истории, потому что все года до этого разные школы учились по разным учебникам, и никакой проблемы не возникало. То есть зачем вводить один учебник? Ну, я не вижу никакой принципиальной разницы в этом. Мне кажется, важно, что люди должны знать историю с одних уст, а не с разных. И поэтому должны узнавать то, что знают уже наши деды, наши отцы, мамы. Это предмет такой субъективный очень. И сколько людей, столько мнений, столько знаний об этом предмете, даже об разных событиях, разные точки зрения. Поэтому, чтобы нашим детям было проще и легче так-то понимать и общаться при поступлении в вузы, это важно. Единый учебник для средней школы имеет место быть. Для старших классов, в зависимости уже от класса. Если у меня класс идет с уклоном, соответственно, у меня будет более углубленный учебник. Если без уклона. Более простой. Это будет односторонний взгляд на все исторические события, которые происходили в стране или в каких-то других странах. А он должен быть все-таки многогранным. Ну, если ты живешь в России, ты должен знать историю России, она для всех едина, если ты в ней живешь. Пить или не пить? А если не пить, то как бросить? На извечный вопрос в прямом эфире телеканала ПС ответит руководитель Центра реабилитации алкозависимых, священник Феодосий Нестеров. Узнайте о том, какую помощь могут получить алкозависимые и их родственники, позвонив в прямой эфир по телефону 639-717. Смотрите программу «Вопрос священнику» на телеканале ПС и на сайте «Правда Севера» в четверг, 27 марта, в 20.30. Субтитры подогнал «Симон» В эфире телеканала ПС и первого сетевизора программа «Вопрос священнику». Сегодня наш гость в студии – игумен Феодосий Нестеров, настоятель храма Александра Невского в Архангельске. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Каждый выпуск нашей программы посвящен определенной проблеме. Сегодня, дорогие наши зрители, мы поговорим о пьянстве. Дело в том, что почему мы пригласили сегодня именно отца Феодосия, у него, помимо настоятельства, есть еще одно послушание. Вы руководите обществом трезвости или трезвления, как правильно. Ну, это новое, да, наше начинание. Мы двигаемся в этом направлении, потому что жизнь предлагает это давно уже. Ну, вот сейчас мы об этом поговорим. Итак, вот старый добрый шекспировский вопрос, практически. Пить или не пить, вот в чем вопрос. У вас есть данные, насколько вот острая эта проблема стоит в Архангельской области? Почему у вас такое послушание? Почему, собственно говоря, церковь этим заботится? У государства что, руки не доходят? Вот обо всем сразу. Ну, наверное, жизнь предложила этот вопрос. Когда мы на месте служения появился, я в 2000 году. Стали приходить люди, мужчины без определенного места жительства или освобождающиеся, освободившиеся из мест лишения. Ну, все они, 99% они были с проблемой алкогольной зависимости, как мы называем. Иногда это и наркотическая была проблема. Ну, и волей-неволей, значит, приходилось в это вникать. Ну, и плюсы, естественно, молодые люди у нас часто. Вы приходили именно к вам в крам? Да, потому что деваться никуда было. Ну, место было, территория. Можно было где-то подселиться, так сказать, где-то найти небольшой уголок. Вот, с этого и начиналось все. То есть, вот храм Александра Невского, которого нового моста? Во все храмы ходят, конечно. Ну, просто в данном случае здесь территория позволяет, что где-то можно было пристроиться. Хотя бы многого-то не просили, потому что крыш над головой нет. То есть, искали работу? Ничего не искали. Искали переночевать. Переночевать, да. И чтобы, может быть, еда какая-то. Ну, а дальше там уже больше. Ну, известно, что Аркангельская область у нас одна из первых по алкогольным показателям. Причем такие вот бытовое винопитие в разных видах. По наркопроблеме у нас поменьше идет показания. А по алкогольной тематике, к сожалению, особенно среди, начиная с этого возраста, пробования в юном детстве. Вот сейчас к портрету подойдем. Батюшка, вот хочется прямо вот словами Велюрова из известного фильма «Покровские ворота» сказать. Ну, а кто не пьет? Чего же не пить-то? Чего в этом плохого-то? Ну, вот... Или вопрос в количестве. Тогда хочу спросить, где начинается алкоголик, алкоголизм? Вот какая тема. Она тема, конечно, любого человека касается. Сколько пить? Пить ли вообще? И как мне... Вот ни один человек этого вопроса не проходит мимо, не обходит его, потому что всегда перед тобой это встанет. Как употреблять? Или вообще, вот, есть ли у тебя с этим проблемы? Есть форма жизни, когда люди отказываются от употребления, как это говорится, веществ, изменяющих сознание, психоактивных веществ, если так говорить по-научному. Любых, да. Это одна из форм жизни. Но чаще люди, конечно, не запрещено законом. Они при совершеннолетии употребляют спиртные напитки разного вида и свойств. Тут встает вопрос, как человек может это переносить. К сожалению, очень большое количество людей, особенно живущих в нашем регионе, имеют наследственную предрасположенность к тому, что человек довольно быстро становится зависимым от этой ситуации. Если ты по пятницам употребляешь 2-3 бутылки пива, но регулярно, уже у тебя есть проблема. Это уже проблема? Конечно. 2-3 бутылки? Ну, если ты регулярно, не можешь, если ты, например, месяц, если ты привык употреблять 2-3 бутылки по пятницам, а месяц у тебя перерыв, и у тебя возникает какая-то уже нестабильная, тебе что-то не по себе, как-то, ты эмоциональные перемены чувствуешь, уже некоторые изменения в себе чувствуешь. У тебя определенная тяга возникает, а учитывая, что качество потребляемых юными гражданами часто это энергетические напитки, великое зло такое, просто откровенно говоря. И пиво, в котором есть, до недавнего времени эти исследования были, такие вещества, которые вызывают, ускоренно вызывают привыкание к легким, так называемым алкогольным напиткам. Это в российском пиве или в импортном? Ну, я затрудняюсь конкретно сказать, ну, в большинстве, по крайней мере, до недавнего времени эти исследования были опубликованы, что в последнее время происходит, я не могу точно это утверждать. А то, что во всех видах известных, которые на прилавке стоят, кроме, наверное, которые в разлив, подороже идет, значит, пиво такое не консервирует. То есть, нации нарочито спаивается? Ну, у нас этот слоган, такой термин, он бытует, до недавнего времени это было более активно, может быть, в последние годы ситуация, может быть, и переламывается. Кем спаивается? Своими или чужими? Ну, прежде всего, решение человек принимает сам, конечно, кто бы его не спаивал, а что там спаивает у нас, можно предположить, что есть, значит, силы, которые захотели бы это, может быть, делать, но человек-то это делает сам. То есть, воля у человека, вначале есть воля, а потом зависимость свое дело делает, воля заканчивается, и начинается очень печальная жизнь. Но многие, жизнь алкоголика, так сказать, начинающего или уже среднего, это ужасная жизнь, это страшные мучения, страшные мучения, о которых не все рассказывают. Поговорим об этом. Дорогие друзья, хочу напомнить, если вы хотите задать свой вопрос персонально отцу Феодосии по теме, которую мы сегодня обсуждаем, а это тема пьянства, зависимости, я так полагаю, не только алкозависимости, но и зависимости от табака, от наркотиков, вы можете звонить по телефону к нам в студию 639-717 и напрямую пообщаться с батюшкой. Возвращаясь немножко к началу беседы, каков портрет зависящего человека от алкоголя, от наркотиков, от табака? Пол, возраст, профессия? Ну, портрет, наверное, будет разный. Известно, что у нас курящих женщин очень много, чуть ли не больше 30% там будет показывать. Беременность у многих проходит с тем, что они не оставляют этой пагубной привычки своей. Ну, юные начинают. Может быть, сейчас молодые люди в большей мере как-то и склоняются к тому, что не надо входить в этот мир, так сказать, печальный. Вот так все возраста, особенно средний возраст. Если человек в юности как-то не поставил, не разобрался с этим вопросом, то 25-30 лет самый будет расцветом. За 30 лет уже проблема будет такая серьезная, если у человека есть. Не остановился. Он очень тонкая грань такая. Не уловишь этот процесс. И обеспечено тебе светлое будущее. Обеспечено. И никто этого не хочет делать, все будут отрицать. Даже термин есть медицинский. Анезогнозия, если я не ошибаюсь, означает отрицание. Когда человек уже просто стоит весь очень сильно нетрезвый, цвет лица у него будет как земля, значит, он говорит, я не пью. Нет, батюшка, я вообще не пью. Да я вот и сегодня не пил. Это анезогнозия, значит, это неотъемлемая часть болезни, когда человек напрочь отрицает. Чем глубже болезнь, тем жестче он будет отрицать, что у него есть проблемы с этим. Его уже выгнали отовсюду. Семья уже покинула его. Мама только пускает на порог. Но это такие явные формы. А вот неявные формы, это когда человек балансирует. Он может очень долго употреблять и не стать сильно зависимым. Но ему самому решать, есть проблемы у него с этим в жизни. Или все-таки он как-то справляется. Для него это не составляет никакой ситуации. Ему легко. Ну а каковы причины-то, почему человек пить начинает? Убегает от чего? От реальности бежит? Много раз я слышал ответы. Ну я пришел с работы, выпил 50 грамм, 100 грамм. Чтобы расслабиться, чтобы снять стресс. Что это вредно? Это приводит к алкоголизму? Ну, в России, в России, в нашей любимой родине от чего пьют? Наверное, конечно же, это наш философский вопрос. В какой-то мере. У нас пьянство имеет такой онтологический характер. Значит, это вызов. Это, например, вызов вселенной такой. Я вот не согласен с этим миром. Это одна из форм. Я не принимаю, я не могу ничего сделать. У русского человека, если так обобщенно так говорить, может конфликт быть с действительностью глубокий, такой глубинный, его генетической памятью, так мы скажем, тем, в чем его воспитывали конфликт. И вот одна из форм вызова этого конфликта – это такое наше юродство. А я не принимаю этот мир. Я буду пить. Ну и умирать, может быть. Иногда пьют целыми поселками. Именно вот из этого. У нас нет нормальной жизни, мы не видим цели. Это одна из форм. Но когда человек пытается решить свои проблемы, если человек выпивает в радости, это еще одна ситуация. Но когда он пытается какие-то проблемы решить с помощью алкоголя, все, звоночек прозвучал. Проблемы с алкоголем решать нельзя категорически. Так, если с друзьями, если у человека нет предрасположенности, он должен сам это понимать. Ему мама говорит, сынок, у тебя пьющий был дедушка, у тебя папа не свободен от этого, у тебя есть предрасположенность, думай сам. И здесь очень такая тонкая грань, конечно. Поэтому алкогольных причин, почему человек употребляет, их будет очень много. Книжечку написать можно. Потому что темно, потому что светло, потому что хорошо, потому что плохо. Хорошо, вот вы такой выход предлагаете. Человек говорит, да, мне не нравится эта жизнь, я на нее смотреть не могу. И что? Вот только пить могу. Жизнь, он не может это поменять? Или может? Вот мы часто обращаемся к родным, близким, начинаем с того, что мы, как верующие люди, утверждаем, что Господь дал человеку свободу выбора, фундаментальные свойства, в том числе и свобода, как бы это страшно ни звучало, свобода погибнуть, свобода умереть от каких-то любых причин, от пьянства или от чего-то еще. Свобода страшная, такая, острая, как лезвие, потому что это Богом данная свобода, которую он не попирает. И он будет уважать этот выбор, каким бы он страшным, не было человека, будет наставлять, обращаться к нашей душе, пытаться нас как-то вызвать из этого небытия, но выбор остается за человеком, последний. Поэтому как ему действовать? Кто-то будет созидать, кто-то поедет в республику Крым, так сказать, защищать своих братьев, может быть, или в Сербию, например, или будет выстраивать отношения своей семьей, покажет образец, вся деревня такая, а я вот так буду жить. Ну, разный выбор. Это последнее слово за человеком будет. И попрать мы как-то, не уважать это. То есть мы можем с этим не соглашаться, но не принимать этого, как бы, родственники, матери. Батюшка, но мы же такой выбор-то принимаем не по силе своей воли, а скорее по слабости ее. Разве нет? Ну, вопрос о воле, он такой переменчивый. Воле, может быть, у одного и того же человека понятие силы воли, она, так сказать, нарабатывается тоже. Сегодня воля есть, завтра ты в растерянности, в депрессии. Ты слабый, вроде бы, человек. Ведь мы-то знаем, откуда идет подлинный источник силы. Если ты не связан, если твоя душа не обращена выше, не обращена вот к небу, то воля твоя-то, она такая, она может быть жестокой, но она в этом может не иметь силы подлинной. Поэтому, и вот мы у нас много примеров, когда люди бы совершенно падшие, там уже разобравшиеся такие, они обретали большую силу духа. Это все процесс продолжается. То есть времени, это все можно, опять-таки, зависит от настроения человека. Дорогие друзья, напоминаю, что свой вопрос отцу Феодосию вы можете задать по телефону прямого эфира 639-717. Отец Феодосий, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, пьянство – это духовное или психологическое заболевание? Или, наверное, психологическое, да. Если это вообще заболевание. Ну, есть такая уже принятая модель, разработанная биопсихо-социо-духовная зависимость. Видите, там четыре части. Биопсихо-социо-духовная. Это принято во всех, так сказать, медицинских и прочих определениях. Там все части. Биопсихо – это организм, телесность, психо – это душа, то, что непосредственно наше чувство, мышление. Социо – это что вокруг нас. А духовное – это высшее состояние души человеческой, высшее проявление. Поэтому корень, стержень, конечно, поскольку это проблема душу затрагивает человека, как ни прискорно, но если мы можем любой орган полечить отвлеченно, смотреть телевизор, а нам печень лечить будут. Пришел в больницу, читаешь книжечки, а с тобой что-то делают. То с алкоголизмом так нельзя. Без личного активного участия она, в принципе, не излечивается. Потому что затронуты свойства души человеческой. Можно сказать, весь человек здесь охвачен. Даже все вокруг него. Не то, что он сам, а и пространство вокруг него. А и семья даже втягивается в эту проблему. Алкоголь – это проблема семейная, как потом оказывается. Все члены семьи участвуют в этом как-то так или иначе. То есть это очень такое вот явление. И уж страдают-то точно все окружающие. Конечно, они не могут непричастновать. Они втянуты в это. Они соучаствуют в этом. Они становятся, то, что на языке психологов называется, созависимыми. Они зачастую делают такие вещи, что подталкивают человека продолжать употреблять. Это говоря уже о родственниках. Они его провоцируют на это. Конечно же, совершенно не хотят, не желая этого. Дикость какая-то. Как же мама или жена может провоцировать? Вот такие вот свойства этого страшного заболевания, поистине, очень жестокого, неизлечимого по медицинской характеристике, но, так сказать, есть выход. 639-717, телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете задать свой вопрос отцу Феодосию. Батюшка, давайте поговорим о работе вашего революционного центра. Как построена работа? Первый вопрос о его работе. Связаны ли вы каким-то образом с государством? Или вы полностью церковная структура? Ну, центром пока мы назвать это не можем. Конечно, это не революционный центр. Просто у нас отношения с кругом людей, психологов, специалистов, кто занимается сами у себя как-то нарабатываем, пытаемся проводить. Либо на начальной стадии каких-то. С родственниками у нас, например, появились занятия по понедельникам. Ну, а также мы отправляем к нашим знакомым специалистам. Например, для родственников прекрасная группа работает по адресу Московский 4. детское отделение наркологии, школа любящих родителей. Вот, очень квалифицированно. Московский проспект, дом 4. Да, Московский проспект, дом 4. А, 4. Да, дом 4, отделение детской наркологии. Алешина и Екатерина, например, там группу проводят. Елена Сергеевна Боярская у нас, наш большой друг. Тоже отправляем. Она работает уже в наркологии, которая у нас на проспекте Ломоносова. Там есть точные данные. У меня телефончик, все есть. А так мы сами тоже, либо это личные беседы. Вот сейчас мы пригласили специалистов в церковной среде, так, трезвение, вот из Екатеринбурга, специально, чтобы учиться у них. Об этом ближе к концу программы. У меня вот какой вопрос. Вот вы упомянули детская наркология. Можно поподробнее, что дети тоже пьют? Ну, у детей проблемы с употреблением, начиная там с классов, бывает, 5, 6, 7, 8. Это большая проблема. Она возникает. Наркотические средства, курительные смеси сейчас имеют большое распространение. Так, соли, так называемые, там вот эти вот вещи, которые распространяются через сеть, интернет часто. Дилеры распространяют. Это есть такая проблема, большая, и родители об этом знают. Никто не хочет, конечно, с этому касаться, но когда твой ребенок оказывается в этом положении, все, истерика обеспечена. Родителям они не знают, что делать. Сойти с этого очень трудно. Сойти, прекратить употреблять. Нужно комплексное лечение. Это сложный вопрос. А родители каким-то образом являются причиной того, что ребенок там начинает в раннем возрасте уже там выпивать или курить эти смеси, или курить просто сигареты? Ну, конечно, как можно сказать, что родители этому совершенно не причастны? Понятно, что они не учили этому, но они не научили его иммунитету духовному. Оберегаться. Чтобы вот это вот отвергнуть все. Они этому не научили. Это большая проблема. Эта семья, возможно, она даже в своих отношениях, как специалисты-психологи говорят, это дисфункциональная семья. Неправильные отношения между папой, между бабушкой и мамой. Вот все вот это взаимоотношение. К чему цели, к чему направленности? Какие обычаи в этой семье, какие привычки там возникли? Поэтому ребенок, он оказывается беззащитный. Конечно, ему не привили этого по каким-то причинам. Прямой такой, может быть, и нет. Он пошел, столкнулся, но он должен уже выйти в мир так, чтобы уметь распознавать это все. Распознавать и сказать, нет, это не надо мне. Ну а как, а если он дома видит, что на праздник выпивает? Он же понимает, что если это взрослые делают, значит, и мне не вредно, подумаешь, дело какое. Ну, есть такой вопрос, конечно. Это наш образ поведения, наши сложившиеся многолетние, такие многодесятилетние привычки, действия. И, значит, конечно, в доме это может быть. Это большая тема. Это вопрос большой, как это складывается в сознании ребенка, когда он четырех лет видит, как праздник обязательно будет шампанское взрослым, не вредно. Бывает, часто в семье пробуют, предлагают. Ну, уже это такое, что, значит, можно. Значит, это, конечно, часть нашей жизни. Понятно. Отец Феодосий, у нас вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я бы хотел вот задать такой вопрос. Наркотик и алкоголизм – это вот в большей степени медицинская, физиологическая или психологическая зависимость? И в лечении на что больше делается упор? На излечение души или тела? Спасибо. Спасибо. Ну, получается, что это все-таки проблема комплексная больше. И лечение какой-то одной части, оно бывает малоэффективно. Опыт современный показывает, что нужно лечить комплексом. В этом главная трудность состоит. Мало таких реабилитационных центров, где и духовная часть, и биологическая, и психологическая прорабатывается, и социальные вопросы будут решаться. Все вкупе. И это именно такая особенность. Современная практика, она во всем мире как раз на этом и стоит, что ничего нельзя упустить. Перекос в какую-то сторону. Поэтому это и медицинская проблема, это болезнь. Ну, она является болезнью греховной. Там состав греха есть. Вот в чем главная проблема. Греховная болезнь. Когда человек в состоянии зависимости находится, он не может не употреблять практически. Но просто медикаментозными средствами опыт показывает. И вытянуть его, излечить невозможно. Без применения всего комплекса этих мер. Отец Феодосий, вам наверняка известен такой священник Георгий Григорий Григорьев. Если не ошибаюсь. Отец Григорий. Отец Григорий. Священник, доктор медицинских наук, профессор, психиатр, если не ошибаюсь. У него есть такое утверждение. Ну, то есть не у него, видимо, у святых отцов. Но услышал я от него, что страстей существует порядка четырех сотен. А как они вот с духовной, психологической точки зрения связаны с собой? Вот насколько я помню, в Евангелии есть слова, что когда дух приходит и видит, что дом вычищен, он берет с собой семь злейших. То есть я так понимаю, что вот присоединяюсь к вопросу нашего телезрителя, что страсть одна не приходит. То есть не бывает так, что человек вот только там пьет. Или только курит. Или только блудит, в конце концов. То есть вот все они приходят сразу. Почему? Ведь мы нередко в процессе, скажем, избавления от одной зависимости пытаемся ее перекрыть, ну, как нам кажется, более слабой. Нельзя, чтобы внутри вот что-то одно такое осталось. Все, я больше не пью. Но когда мне хочется выпить, я лучше вторую сигарету покурю. Почему этот принцип не работает? Как раз здесь вот вся проблема, наверное, и есть. Потому что когда приступают к излечению алкоголизма, начинают докапываться до тех причин, которые приводят человека к этому состоянию. К винопитию или употреблению чего угодно. Вот тому потребность изменить сознание, потребность стать нетрезвым. Конечно, здесь корениться. Ну, известно, что все употребляющие люди страшные эгоцентрики. То есть там самомнение человека, себя любви, оно зашкаливает. Просто не видение никого, ничего вокруг. Вот видение только, так сказать, вот ставить себя во все это в первое место. Потом это желание сласти. Значит, ну, как мы знаем из предания Святоотеческого, что гордыня человеческая – это корень, так сказать, всех. Потаенный такой корень. Ну, есть определенная цепочка страстей. Вот отец Григорий называет такую разновидность, очень тонкие такие градации. Ну, известно, что основных страстей их называют около восьми. Так, и одна за другой может где-то и взаимодействовать. То есть, древо греха одно из другого вырастает. Ну, да, если человек, например, поступается там, ну, самого невинного, в кавычках, на вот черевообъедение, например. Ну, это все люди причастны в какой-то мере. Потом из него возникает желание потерять целомудрие в юном возрасте. Там, в юном возрасте, там, пленным образом сребролюбие связано. И потом гнев обязательно. Гнев, а после гнева уныние. Батюшка, поясните, как целомудрие связано с чревоугодием? Вот какая разница, какая связь? Ну, естественно, когда соки переполняются человека, в таком смысле, невоздержание определенной нетрезвости уже в отношении своего тела. И он уже перестает насыщаться едой, ему хочется что-то еще. Возникают, враг предлагает ему разные соблазнительные образы, которые в другой обстановке, может быть, он бы мог отвергнуть. А особенно потеря, значит, цель чистоты человека, она возникает через сигарету, через выпивку. Вот почему такая борьба за юный возраст? Как только человек к соске имеет доступ, значит, у него стремительно будет потом развиваться. Потом, как правило, теряют люди свою целостность, чистоту. А дальше цинизм, злоба будет, злоба, уныние, печаль, депрессивное состояние, как теперь любят говорить, расстроенность такая, разочарование, вот, он не может себя собрать. Очень тонкая такая, вот переступил эти грани, раз-раз, вроде бы нарушает целостность, ну, телесную такую, а потом, а после этого идет злоба и уныние обязательно после греха. Понятно. У нас еще один звонок и к вам вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня друзья в работе, они пьют каждый день. Я пытаюсь, но вижу, что они пьют и гробят себя. Ну, здоровье, вроде здоровье, ребята, лет по 30, не больше. Я сам там бросил с помощью веры, с помощью веры бросил, не пью, все хорошо, у меня все наладилось, и в семье, и на работе, и все. А вот как им помочь? Они не понимают, что они больны, но я вижу, что они больны. Вот как в таком случае быть? Вот как вот, может, как-то, вот какой-то пример мне им привезти, или еще что-то, потому что не слушают. Говорят, я не болен, я не болен, я чувствую себя хорошо, у меня все хорошо. Хотя у них и семья есть, и дети есть, и, ну, и вот как-то хотелось бы вот помочь, я не знаю. Спасибо, спасибо. Ну, двойной вопрос получается, да? То есть, человек болеющий не признается, что он болен, и второй вопрос, как помочь? Ну, естественно, вот, которую ситуацию вы рассказали, она случается на каждом шагу, на любом, практически, может быть, рабочем месте, там, или распространенной ситуации, но начинать можно только с себя. Есть такое неизменяемое правило, хочешь помочь другому, начинай с себя, перестань ему помогать. Они должны увидеть, так сказать, ваш светлый образ, то, что вы прекратили употребление, то, что вы человек, может быть, верующий, и у вас есть любовь. Если вы просто словами будем, мы будем говорить, что вот мы верим, что мы так пытаемся добро делать, но в нас это будет не видно, нам никто не поверит. Веру показывают, а не рассказывают, так сказать, в большей мере. Поэтому, хочешь помочь другому, работай над собой. И Господь даст время и силы, где достучаться, может быть, до души человека, донести ему что-то, но просто так говорить. Конечно, все будут отрицать, конечно, у них все нормально. И очень важно относиться к ним доброжелательно, не пытаться их ничему учить, принимать их такими, какие они есть, видеть в них хороших людей, не принимать их употребление, не принимать их зло, но видеть в них хороших людей, что по сути так и есть. То есть, не отвергать грех, отвергать проблему, то есть, не принимать этот выбор их, не соглашаться с этим, но любить их, насколько мы можем, как человека, принимать их вот сегодня такими, какие они есть. Это очень сильное средство, не пытаться их лечить, учить, врачевать сейчас. Человек, когда-то он придет сам, если придет, вот тогда только он сможет исцеляться. Пока он не придет, мы можем как-то обращаться к нему, ну, если мы будем это делать каждый день, то он не поверит нам, это будет уже плохо. Поэтому только себя, вот мы всем это говорим, родным, близким, работать можно только над собой. Это самое сильное средство. Стижи мирный дух, мы знаем всю эту фразу нашего святого отца. Но вы не упомянули такое сильное средство, которое называется молитвой. Это конечно, это конечно. Можно за этих людей вознести, это тайное оружие, очень могущественное, кто понимает, кто знает. Можно, если они нам дороги, можно помолиться за них, подать молебен на неупиваемый, значит, перед образом Божьей Матери неупиваемая чаша, которая совершается, например, в нашем храме каждую неделю. Да и в других регионах, в Серпухове, например, самому как-то упомянуть их. Вот такой подвиг совершите, и Господь его будет видеть. Вот искренне так, честно, но по мере своих сил, конечно. По мере своих сил. Отец Феодосий, расскажите, по какому принципу, по какому методу работает ваш центр поподробнее? Вот прям какой-нибудь пример технологический. Человек хочет избавиться от своей алкозависимости, скажем. Вот приходит он к вам, что дальше с ним происходит? Связаны ли вы с какими-то монастырями, может быть? Или вот как все происходит? До недавнего времени у нас схема была примерно одна. Мы ему могли предложить пойти в группы анонимных алкоголиков, которые при нашем храме тоже есть уже много, больше пяти лет, наверное. Мы с ней сотрудничаем, с этими людьми, ребятами эти. Там они кто-то воцерковляется, но у нас есть общение с ними. Они работают, естественно, по программе 12-шаговой анонимных алкоголиков. Предложить в Архангельске практически нечего было до недавнего времени. А что это за 12-шаговая программа? Ну, это всемирно распространенная система. Да, она родилась в Соединенных Штатах Америки. В 30-е и 40-е годы отработалась за эти десятилетия. Всемирно распространенное братство, сообщество анонимных алкоголиков. Оно есть в каждом городе практически. Лучше или более, там лучше или несколько хуже. Но у них программа сложившаяся, 12 шагов. То есть, в одной руке у вас знания и достижения современной медицины, науки. Правильно я понимаю? Ну и так же, да. А в другой руке? К сожалению, тут сложно предложить вот такой вот легкий путь. У нас есть группа медиков, которые разделяют комплексный подход. Которые работают вот по всем направлениям. И есть выход на, в общем, в некоторой мере. Вот для алкозависимых у нас выход есть в Санкт-Петербург. Известный очень центр, называется Дом Надежда на горе. Но это работает по 12-шаговой программе. Для наркозависимых несколько сложнее. Есть известный центр Валентины Васильевны Новиковой. Там нужны денежные средства в размере от 50 тысяч до 100. Но на наркотики больше уходит, я полагаю. Да, сложнее. Конечно, есть некоторая связь. Вот в Екатеринбург мы отправляли в монастырь. Если человек уже православный и осознает свою проблему, ему, конечно, лучше реабилитироваться в обществах трезвения традиционных. И вот создание такого общества мы и начали. Буквально год-полтора назад стали прорабатывать. Это непростое дело. А чем общество трезвения отличается от общества анонимных алкоголиков? Ну, цель одна, но несколько отличается. Разве сложности пациента? Здесь есть отличия принципиальные. В Содружестве анонимных алкоголиков единственная, и самая главная, и единственная, пожалуй, цель – это прекратить употреблять. Что с тобой будет потом? Куда ты пойдешь? Направо, налево? Кем ты станешь? Это Содружество не рассматривает. Принципиально. Только прекратить употреблять. И это помогает людям делать. Они прекращают употреблять. Но кем потом станешь? Христианин или ты в секту пойдешь? Это уже не рассматривается. Это за пределами. Или ты агностик, или ты неверующий. В обществе православного трезвения, конечно, ставится задача уже по определению, что ты принимаешь. Что ты человек ориентированный, направленный. Принимаешь эти ценности. И твоя задача не просто прекратить употреблять, а стать трезвым. Вот в отеческом понимании. Дальше работать над страстями своими. И совершенствоваться. Трезвиться. Это только первый шаг. Ты перестал употреблять химически активные вещества. Изменять свое сознание. Дальше надо работать дальше. Двигаться. Те задачи духовные, которые стоят перед любым православным человеком. Совет совершенствования. Стяжание Духа Святаго. Как это все-таки нам заповедано. А это беспредельные пути. А тут открываются такие горизонты. Вот в этом такое отличие, конечно. Дальше человеку надо идти по пути аскезы. Такое трезвение. Это очень прекрасно. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Позвонив по нему, вы можете задать отцу Феодосию любой вопрос, который вас интересует. А говорим мы сегодня о пьянстве. Батюшка, а модное нынче кодирование – это выход? Вы о нем ни разу не упомянули еще. Конечно, эта практика существует. Она медицинская. Наверное, она разного вида существует. Более безопасно или менее безопасно. То, что связано с прямым гипнозом воздействия на такое сильное воздействие, помимо воли человека, на его сознание не принимается все-таки нами. А почему церковь против гипноза? Ну, все-таки мы здесь стоим на том, что человек не должен открывать свои внутренние тайники души, расслабляться в таком смысле. Это категорически запрещено. Мы должны активно воздействовать. Вот трезвение – противоположность полная. Вы должны проявлять свою волю, а не допускать свои нервы. Мы должны собираться, мы должны открываться перед воздействием. А здесь, наоборот, человек распахивает свои двери и не знает, что туда войдет. Хорошо, если это доброкачественно, если человек добрый, у него добрые намерения. Но вот так открываться нельзя категорически по учению, так сказать, по преданию. Мы, наоборот, должны быть бдительны, как стражи над тем, что приходят к нам. Сигналы, мысли, помыслы, образы, воображения. Мы должны бдить учиться над ними, то есть различать их. А это совершенно другая ситуация. Возвращаясь к кодированию, это, может быть, хороший шаг, когда человек, вот, у него есть время, когда он трезвый. Ну, вот он стал механически трезвый, физически трезвый. Он не употребляет. Но если просто на этом все останется, то проблема, конечно, будет с ним. Срыв у него обеспечен на 120%. Не смей утверждать, потому что так, но это все на практике постоянно видно. Если он не будет работать над своей душой, Но если он, вот, там, или препаратом медицинским, есть остановка у него на год, там, на полтора, и он пришел в группы работать, он пришел в храмли, куда угодно. То есть, или бы на исповедь начал ходить каждую неделю по расписанию, и это делает, то у него будет хороший результат. Или он в группы ходит, или в анонимные алкоголики ходит. Ну, надо что-то делать. Вот, надо работать с сознанием, с чувствами, вот, писать, там, разбираться. Ну, то есть, ответственно, быть ответственным за свою жизнь. Вот это, применять этот метод. Как в законе звучало. Да, конечно. Ну, то есть, активно участвовать в этом самому. Активно участвовать, добровольно. Вот, делая шаг за шагом. Так вот, настойчиво. Вот, что от нас требуется обязательно. Батюшка, вот вы упомянули, что, когда есть в семье пьющий человек, то страдают, в общем-то, и близкие, и соседи, там, и дети, и на работе. А что, вот, ваш реабилитационный центр может этим людям посоветовать? Как им можно помочь? Ну, хочется сказать, что с этого начинается выздоровление. Начинается, по многим свидетельствам специалистов, начинается с семьи. Кто может прийти, это, конечно, близкие. Жена, мамочка, мама там часто. Пожаловаться, что вот там... Начать работать, оказывается, что нужно, оказывается, чтобы помочь своему болящему родственнику, мужу или сыну, как правило. А бывает, что, наоборот, женщина может выпивать, допустим, а муж, что с ней делать? Вот, надо начать себя. Надо работать над своими психологическими проблемами. Перестать, категорически перестать помогать ему, как это ни звучит парадоксально, оставить его... И помогать, и помыкать, наверное, его... Да, перестать его контролировать, перестать контролировать его пьянство, там, следить за ним, проверять его СМСки, его почту, там, и так далее, бесконечно ждать его по ночам. Ну, мать не может не ждать, конечно, но вот лучше мы направляем эту силу души человеческой, вот, не просто метаться и быть в истерике, а конструктивно, на молитву, на изучение этой проблемы, конечно, не бегай там бессмысленно, там не впадай, это трудно, конечно, женское сердце, ведь оно будет страдать. Мама, как может, не выключишь чувства? Вот так по миллиметру, понемногу в группах помощи родственникам, вот, которые мы упомянули, и в нашем храме группа, и другие есть в городе, и в Московске, проспект 4, прекрасная работа. Люди начинают оживать, они начинают выходить из этого страшного состояния, совместного такого пьянства, фактически, то есть, в рот не беря, это вот не трезвость, вот эта семейная страшная проблема оказывается, и чтобы помочь ему, надо, оказывается, начать помогать самому себе, самому себе. И это очень большой вопрос, и здесь вот реально помощь, потому что человек все-таки может быстрее, вот, родственник, а пьющий человек или там употребляющий, он может долго ходить еще, его оставляют при своей тематике, значит, он, по возможности обезопасить надо свою жизнь, там, не давать ему денег, не платить долги за него, перестать обхаживать его и, сказать, подстилать ему везде солому, перестать врать там, что у него проблемы какие-то, вот, посмотреть на это как есть. Мой сын зависимый, мой сын алкоголик, мой сын наркоман, это страшное, это тоже отрицание у всех, не может быть такого, ну, как со мной это слово училось, а смирение как раз в том, что мы принимаем это, но мы любим своего чада, своего мужа, своих близких, но боремся, начинаем бороться с этим недугом, вот такими грамотными методами, которые действительно могут принести результат, но не распыляемся на то, чтобы разрушить самих себя, фактически, рядом с ним, он может жить еще дольше, чем мама, например, мамочка, которая может даже уйти из этой жизни раньше, чем ее сын алкоголик, от этих ужасных переживаний, непереносимых страданий, но здесь есть метод проверенный, испытанный, вот этому людей учат, учат вести себя по-новому, и это, надо сказать, оказывает ошеломляющее впечатление на зависимого человека, вокруг него, когда возникает здоровая среда, то он быстрее стимулируется, у него больше шансов, больше шансов, значит, начать искать выход, задумываться, смириться до того, что сказать, господи, у меня проблема, вот пока он этого не скажет, пока он не падет на землю, сказать, все, я алкоголик, я наркоман, я умру от этого, выхода у меня нет практически, господи, если ты мне не поможешь, вот без этого ему все дороги будут закрыты, он может что угодно из себя там устроить, что угодно говорить, никто ему верить не будет, это все будет слова больного человека, смертельно больного, безнадежно, а выход только один, пока ты не сделаешь первый шаг, вот господи, я погибаю, я умираю от этого страшного недуга, я не могу не пить, и пить не могу, или там что угодно употреблять. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717, позвонив по нему, вы можете задать свой вопрос отцу Феодосию. Говорим о пьянстве. Батюшка, ну а что делать близким, чей родственник не хочет избавиться от этого греха, страсти, может быть, не осознает, может быть, по каким-то другим причинам, может быть, назло, Бог его знает. Вот что в таком случае с ним делать? Ну, совершенно верно, чаще всего так и бывает, конечно. Вот мы, как в предыдущем вопросе, как раз это и отмечали, что надо принять то данное нам право, Богом, мы же хотим прожить жизнь за Него. Вот родственники, родители часто, мужья, жены, начинают замещать жизнь, вот страшное право. У него есть право умирать, как бы это ни звучало, повторим это еще раз. Это за Ним приходится признавать. И можем только косвенно воздействовать на Него. Ну, сказали раз уже, 20 раз, 380 раз это уже сказано, все одно и то же. И молитвы за Него возносят, скажем, регулярно. И псалфер за Него читают, и ничто не помогает. И в Серпухов ездили, и к вам приходили. Вот не помогать, что делать? Конечно, такие ситуации, они бывают, и они очень, наверное, и часто бывают, конечно же. Никто не сказал, что это поможет через месяц или через год. Молитва, конечно, по учению все-таки отцов, святоотеческому, она пропасть не может. Эта молитва даже поможет этому человеку, когда он будет исходить из этой жизни. Молитва матери, говорят, со дна ада выводит человека. Но даже Господь не переломил волю своего ближайшего ученика. Он не воздействовал на Него прямым образом. Иуда пошел и сделал то, что хотел сделать. Иди и делай то, что ты собрался делать. Вот такую свободу дает нам Господь. Можно сказать да, можно сказать нет. И родственники обязаны уважать это право человека, своего близкого. Даже безнадежно больного. И исходя из этого уже может придется с Ним жить, а может быть и развести свою жизнь. Нигде не может быть гарантии, что он воля человека священна. Это тайна. Когда он обратится? Будет ли это? Будет ли это вообще в этой жизни? Бывают случаи немало, что человек годы за Него молится. И вот на смертном одре или за неделю, таких случаев я конкретно знаю, несколько за месяц, за неделю до своей исхода из временной жизни, человек вдруг просто перестает. Он может быть просто уже умирает от онкологии или что-то еще там. И не может уже употреблять. Перекращает это дело. Просит прощения у всех. Проливает слезу покаянную. И в этом благом состоянии он всю жизнь был вот таким. Он испортил жизнь своей семье, кучу своих друзей, людям, близким, детям может быть. Но он проливает слезу покаяния. Это очень важно. Это Господу нужно как раз. Это победа. Но когда она будет, и будет ли, мы, конечно, сказать не можем. Вот в этом наше смирение. Мы не можем гарантировать. Сейчас некоторые могут подумать, что ну вот, отлично, батюшка разрешил. Могу всю жизнь пить, а уж там перед крышкой гробовой извинюсь. Да, если бы это было так просто. К сожалению, это большой подвиг. И то большой подвиг. И то, что мы вспоминаем покаявшегося разбойника, бандита, рядом с Господом Повешенного. Всем известный, кто хотя бы маломальский, немножко знаком с традицией нашей. Это утешающий, конечно, пример. Но покаяться очень трудно. И подвиг его был очень большой. Очень великий подвиг. Он же еще часы потом висел распятым. Висел, да, страдал, мучился с перебитыми ногами, как предание говорит. Оганизировал. Но надо было признать это перед толпой, которая издевается рядом с тобой. Перед всеми людьми, которые собрались тут, что я исповедую. Забыть обо них всех. И просто помянуть, как говорится. Помнишь, мы на пересылке с тобой были вместе. Помнишь, мы в этом бараке сидели. Вспомни обо мне. Он ничего не просил у Господа. Но это было покаянное движение. Колоссальные силы. И он к нему вшел всю жизнь. Поэтому, чтобы покаяться, конечно, это бывает... Ну, дай Бог это все-таки нечасто. К сожалению, дай Бог, чтобы это было чаще. Но не так все это просто. Душа человека умирает еще при жизни. Он становится непробиваемый, черствый, глухой совершенно. А еще, можно сказать, бывает с сожженной совестью, который вообще потерял уже нравственное понимание, развлечение. Это смерть духовная при жизни. Страшнее ничего не придумаешь. Страшнее ничего не придумаешь. И вот, что интересно, часто Господь попускает человеку быть пьющим, употребляющим. Но он все-таки кается в душе своей. Чем он будет непробиваемый гордец, ничего не употребляющий. Такое чистое, вроде бы, как стекло. Но и преисполнено таких змей в душе. Таких страстей греховных, которые будут, вроде бы, внешне благополучны. Поэтому это тайна бывает сокрытая. Мы должны молиться, трудиться, помогать, чем можем. Как-то вот этот вопрос в стороне не оставлять. Ну, вот мы не знаем. Бывает, человек, да, приходит, и у него не получается. Он вот как-то продолжает срываться. Но если он полагал усилия, страшно что, какой грех, которому человек не раскаялся, которому он не трудился над преодолением. А если он все-таки полагал усилия, Господь это будет видеть. Результат, может быть, не очень хороший, ну, вроде пилы. А вот если он старался честно, по-настоящему, Бога не обманешь. Ты можешь там на словах что-то говорить, а по делам. Вот если были усилия, это все не пропадет, не пропадет. Вот поэтому у нас много утешительных таких надежд и обетований таких. Но это надо все делать. Не делая, ну, не будет. Напомню, телефон прямого эфира 639-717. По этому телефону вы можете задать отцу Феодосию свой вопрос. Говорим о пьянстве. Отец Феодосий, а можно пьяному молиться? Молиться можно в любом состоянии. Не пьяному, а пьяным. В любом состоянии. Молиться не запрещено нигде, никогда, ни ночью, ни в любом положении. Конечно, это, ну, молитва, все-таки она, эта область все-таки трезвого состояния. Но я знаю, что возбраняется пьяному в церковь заходить, к примеру. Ну, напрямую, может быть, не возбраняется, если он может себя прилично вести, не мешая другим. Ну, зашел, мы же не будем спрашивать. Если человек ведет себя нормально, прилично, его никто спрашивать не будет. Стой себе. Бывает, что в таком состоянии человек. Но, к сожалению, вот все разговоры, когда человек приходит, выпивший, нетрезвый, или там что-то употребил, мы с ним принципиально ни о чем не говорим, потому что это опыт показ бесполезно. Батюшку я сегодня хочу там. Это все улетает, как дым, как правило. Если он там сам пришел, стоит, плачет, или что там он в душе своей, это его право, пожалуйста, если он тихо себя ведет, пожалуйста, он имеет право прийти в храм. Но вся работа, она строится, что хотя бы человек был трезвый, хотя бы день, два, три. Да, то ведь нередко так бывает, что пьяным человек приходит в храм, как протрезвеет, идет в магазин. Ну, бывает, наверное, что все-таки, конечно, что вот это состояние, он идет в храм, у него как бы смелость появляется, у него раскаяние появляется. Но, к сожалению, это все забирает враг потом, как правило, забирает. И человек, оказывается, не тверд в выборе, он забыл про все это. С ним договорились, у меня было это сколько раз, я перестал общаться с людьми в нетрезвом состоянии, это бесполезно для меня. Вот, придешь, да, есть воля, приходи, пожалуйста, мы назначим, я буду здесь, мы тебя ждем, мы тебе все расскажем, телефончик дадим, за ручку отведем, куда надо. Придешь, ну, если пришел, хорошо. Но чаще не приходят. Ну, если человек был нетрезвый, то не придет, не придет. Это надо, это огромное усилие, это надо так работать, так пролить, такую слезу. Господи, смириться надо, самое главное, главное смириться. Господи, я уже, я как поросенок живу. Что значит смириться? Что это, вот, снова и снова, что это за слово такое смирение? Ну, это... Что значит быть с миром, который нам не нравится, вроде как, мы поэтому пьем, как с ним смириться-то? Очень сложный вопрос, потому что смирение это божественная добродетель, она с нее и начинается, ей и заканчивается. Сын Божий смирился с волей отца, он принял образ человеческий. И начнем говорить, что смирение это величайший добродетель. Ну, первые шаги. Вот не случайно специалисты все, я разговаривал много и с представителями там, и с анонимными трезвыми людьми, кто реабилитируется. Они все это известны, в программах написано страшный эгоцентризм у алкоголика пьющего. Это защита, защита, я кругом, только один я, мои проблемы, мои, вот я там, это заслоняет весь мир. А ты должен сказать, что я, ну что я, я болен, смертельно, я больной. Так мы все это можем сказать про себя. То есть смирение это признание своей слабости, своей болезни. Реальности, признание, просто реальности. Да, что вот в мире смирение это адекватное восприятие мира, это правильное. Это честный взгляд. Честный взгляд на мир, вот что такое смирение. Мой сын онкоголик, это смирение. Я больной, там чем-то не был, я блудник, господи помилуй, я там вор, я гордец, я тщеславный человек, я обманываю, я умею, я люблю обманывать, там, я все что угодно можно. То есть когда признаешь вот эти свои страсти, грехи, недостатки, как угодно назовите, и в этот момент просишь у Бога, чтобы он тебя очистил и простил, то тогда это и происходит только. Господь это слышит, но нужно проявить постоянство в делах. Мы признаваться можем, может быть, это тоже хорошо. В глубине души мы все знаем, что мы грешим. И этого мало. Мы все грешим. Не каждый, говорящий мне, господи, господи, наследует и приходит, а исполняющий волю отца моего, нужно ножками прийти, нужно действия произвести. И Господь будет смотреть на наши дела. Да у тебя проблемы, приходи там, где тебе могут помочь. Ты хотя бы приди один раз, ты послушай, ты посмотри, как люди живут, они трезвые 8 лет или 12 лет. Поинтересуйся, что ничего не будешь делать, в душе Господь тоже слышит наше покаяние, но за этим должны последовать какие-то шаги. Покаяние – это изменение образа мысли и образа жизни, переводя совершенно верно, из реческого языка, буквально, изменение образа, изменение сознания и образа действий. То есть мы начинаем жить по-другому, иначе это покаяние по существу не называется. Суркоман так и скажет, вот мы и занимаемся изменением сознания. Но это была шутка, наверное, не совсем удачная. А у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер вам. Здравствуйте, отец Феодосий. Спасибо за ваш труд, так сказать, нелегкий. И вот у меня вопрос, как жители округов района Фактория, именно связанной с алкоголизацией общества. На протяжении нескольких лет была купель крещенская, и жители округов района Фактория омывались, как говорится, по христианскому обычаю. И с каждым годом их становилось больше и больше. И вот вдруг это все прекратилось. Мне кажется, что люди разошлись по домам и просто сели пить водку. И это ухудшило ситуацию с алкоголизмом. Вот если бы купель, и она сама, духовный толчок вот этой купели, он же объединяет людей и делает их чище. И если бы это возобновилось, крещенские купания, то было бы просто великолепно. Мне кажется, это было бы... Спасибо за ваш совет, звонок. Спасибо. Да, как жителю округа Варавина Фактория, нашего района, должен немножко и отчитаться. Тут принципиального не было, несогласий, с вами не согласиться трудно, и мы это поддерживаем. В последние годы, скорее по техническим причинам, мы перестали делать не по принципиальным позициям. Конечно, нами поддерживается в том числе и погружение в крещенскую купель. Если это, правда, нужно еще и помочь делать более благочестиво, подсказать людям. Но почему здесь? Вот зима была один раз вот так, что льда не стояла у нас там. Потом есть еще одна причина. У нас вот домики, где реабилитанты наши живут, вот как раз люди, которые у нас находятся, они как раз вот по этой дорожке находились. И всякий раз, когда люди, к сожалению, не понимая, приходили к крещенской купели, выпивали там полбутылки водки зачастую, ну, не все, конечно, понятно, но были эти эпизоды, или в нетрезвом состоянии шли туда, погружаясь в крещальные воды, вот, в дни святого крещения. Конечно, это, во-первых, действовало на наших ребят, которые после этого сходили с ума и, конечно, пили тоже. Вот, это техническое просто. Теперь мы, у нас есть возможность вот обустроивать этот, наше вот пространство, пустырь этот при храме. И мы имеем твердое намерение там сделать более благоприятный спуск, и, наверное, на будущий год постараемся обустроить, как мы и раньше делали, палаточка там, то есть удобные более условия, спуск, там, лесенка, все это заранее продумать. Вот в этом году тоже лед долго не стоял. Вот имею возможность немножко отчитаться так перед жителями округа, что наши намерения все равно остаются, и это хорошее дело, да, и на многих это действует. Вот даже если человек пришел, Господь видит его доброе сердце, правда, даже если он пришел в неподобающее, может быть, состоянии, но у него что-то коснется, и он, может быть, зайдет в храм, о чем-то подумает, все так и есть. Просто здесь нужна организация, и заранее, теперь уже более строгие правила, нужно нам взаимодействовать с СМЧС, чтобы городские структуры помогали нам. Вот где делают, Северодвинский, например, там организуют сразу это, и это проходит более... Ну, нужна помощь, конечно, нам. Но одними церковными средствами нам трудновато это делать. Вот такой ответ. И вы, дорогие наши друзья, тоже присоединяетесь в помощь отцу Феодосию. Я думаю, что лишних рук не бывает в вашем деле. Еще один звонок, еще один к вам вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, отец Феодосий. У меня вот такой вопрос. К городу очень много просто массированно заклеивается город объявлениями, лечим от алкоголизма, поможем от алкоголизма и так далее. Такое впечатление складывается, что это какая-то сектантская организация, массированно призывает людей в этом слабом состоянии, то есть фактически хотят воспользоваться вот этим. Вот как вы относитесь к этому? И так ли это? Может, уже как-то были случаи, что действительно это сектантская... Просто людей предостеречь. Спасибо за ваш вопрос. Вообще, эта ситуация с лечением, она... Спасибо за вопрос очень верный. На контроле у государства вообще? Только начинается, наверное, должное внимание. Если вы видите объявление, трезвые грузчики, например, я не беру сейчас заточную формулировку. Вот преображение было у нас такое слово до недавнего времени. Вот можно сказать, у нас на Варайон-Фактории есть такая квартира, где людей, как действует, например, одна из таких номинаций, так сказать, сообществ, приглашают людей зависимых, увозят в другой город, отбирается паспорт, люди трудятся, работают. Вроде бы как трудовая терапия. Но понятно, что это не лечение, а по сути эксплуатация человека. Хорошо, если собираются на квартирах, там, может быть, Евангелие читают. Но я не берусь за все случаи рассуждать, но конкретно к нам приходило, ну, не менее, наверное, более пяти человек, людей, которые убежали из этой ситуации, из этих структур, без всего, без документов. Кто-то из Сибири там оказался у нас, кто-то из других, там, поближе, может быть, городов. Мы пытались им целенаправленно оказать помощь, отправить их домой, чтобы они потрудились. Мы им покупали билеты, связывались с соответствующими структурами. Там есть такой вопрос. Поэтому объявления надо проверять все тщательно. Да, это большое. Есть проблемы с этим. И надо к этому относиться очень взыскательно. Очень взыскательно. К сожалению, ну, нету сейчас эффективных средств вот так всех отсеивать. А подобные деятельности сертифицируются каким-то образом? Ну, особо-то, наверное, нет. Есть сообщество, может, оно зарегистрировано, но, может быть, не очень там. И вот мы помогаем людям, повесили. Только сейчас внимание к этому. Ну, не секрет, ведь в наших газетах, объявлениях печатаются оккультные услуги в таком количестве, что и наши граждане идут туда грамотные, с тремя дипломами, умные все. Значит, идут и получают удары, оккультные удары, категорически запрещенные воздействия. Грамотность элементарная. Ну, не хватает. Нас не хватает, чтобы всем донести, объяснить это. Ну, все же у нас грамотные уж. Треднюю школу-то все закончены. Отец Феодосий, наша программа, к сожалению, уже подходит к концу. А у меня еще так много к вам вопросов. Буквально на днях в Архангельске будет проходить декада трезвения. Трезвенного просвещения, если не путаю. Несколько слов. Что это, кто это, как будет проходить, где, кого приглашаете. Ну, вот пришло время поделиться. Это в плане нашей работы. Логично, сказать, пришли к тому, что пригласили из Екатеринбургской епархии тех людей, которые наиболее так давно и так успешно действуют в трезвом движении, трезвенном движении, вот в лоне церкви. Это возрождение традиционных обществ трезвений. Есть такое и анапритическое братство трезвения, всероссийское. Это разные общества трезвости. Но это вот приезжают как раз те самые батюшки, которые и одновременно практикующие врачи, психологи, наркологи. Я правильно понимаю? Главный гость это у нас известный протеерей Игорь Бочинин, который давно занимается реабилитацией зависимых, в основном от алкоголя и табака, и их родственников. В Екатеринбургской епархии это очень широко. Там главная составляющая это сотрудничество с государством. И у нас-то цель вот этого, этих семинаров, вот всей этой недели, после проведения большого круглого стола в администрации области, где представители министерств будут, представители департамента образования, социальные психологи, педагоги школы, утвердить попечительство народной трезвости. Отец Феодосий, я вас прерву маленьким практически рекламным объявлением. Вы, видимо, стесняетесь попроизнести в силу скромности. Дорогие друзья, с 28 марта по 4 апреля по адресу Ленинградский 264, это ваш храм. Наш храм, да. Для всех желающих преодолеть алкогольную зависимость и табачную зависимость, для их родственников будут проходить занятия, целый цикл занятий. Храм Александра Невского с 28 марта по 4 апреля. Приходите, занятия бесплатные. Чем смогут, тем вам помогут. Вот, приедут прекрасные специалисты. Батюшка, ну и буквально в завершение. Последнее слово. Режиссер уже просит нас выходить из эфира. В эту субботу, Родительская суббота, День особого поминовения усопших. Несколько слов, напутственных нашим зрителям на эту тему. Ну, тема велика, и Господь нам так повелевает, чтобы мы помнили усопших и для себя, и для них. У Бога, конечно, есть все. То есть, Он не нуждается в наших молитвах. Прежде всего, для этого нуждаемся мы. И вот церковное поминовение в алтаре на проскомедии, когда мы подаем записочки, напоминовение в алтаре на панихиду, это очень великая сила, великое действие. Хочешь послать письмо своему усопшему, весточку, телеграмму, напиши за него записку. Конечно, если он крещеный, главное условие. И приди сам в храм, постой, помолись, как можешь. Вот на этих заупокойных службах в субботу после Божественной Литургии панихида совершается. Вы должны их помнить. У кого-то товарищи пали на поле битвы. Кто-то, где закончил свою жизнь преждевременно, или младенцы, дети. Это прекрасные чинопоследования, очень красивые, церковные, возвышенные. Душа наша воспитывается в этом. Это нужно и нам, и им. Вот так хотелось бы предложить, напомнить это. И еще раз, да, приходите, завтра в эту пятницу приезжают наши гости. И с вечера с 18.30 в церковном доме при храме Александра Невского начинается 8-дневный цикл занятий вечерних для желающих преодолеть алкогольную и табачную зависимости их родственников. Ведущий протеерей Игорь Бочинин, клирик Екатеринбургской епархии. Благодарю вас, отец Феодосий, дорогие друзья. И мы на этом заканчиваем. Прощаемся с вами до следующего четверга, когда на канале ПС и на первом сетевизоре мы встретимся вновь и будем с нашим гостем, священником, обсуждать очередную тему. До встречи. С Богом. До свидания. С Богом. Субтитры подогнали Симон.